Урбан. Программа о городских проектах. И я там продолжу историю про среднеэтажную застройку. О городе будущего вы сегодня говорили. Это как раз о городе будущего. То есть мы достаточно долго экспериментировали в собственных проектах. То есть мы строили индивидуальные дома, мы строили таунхаусы, трехэтажные дома, пятиэтажные дома. В Метрограде мы сделали Метроград-Сити, поэкспериментировали с точечной застройкой. Начали, вот инициировали проект будущего, знак, басильки, елки, парк. Много что попробовали в городе Кирове. И мы все время искали вот это сакральное знание о том, как правильно. Знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Мы нашли. Мы нашли, да. Мы нашли. Это как бы наша гордость сейчас и знание, которым мы дорожим. Мы узнали, что оказывается уже есть научная методология, связанная с проектированием гармоничного, комфортного для человека пространства, которое выверяет этот продукт не только с точки зрения там, ну как бы не однобок, а с точки зрения бизнеса, а с точки зрения создания комфортной среды, гармоничной для человека. И эта модель, которая предусматривает разные, вернее, дает ответы на разные вопросы. Первый вопрос, который вот Анатолий начал, и почему у нас мнение абсолютно совпадает, это по поводу соразмерности человеку. Уже это как бы подтверждено и психологическими всеми данными, и проверено опытом. Наиболее гармоничная среда для человека – это среднеэтажная застройка. Четыре-восемь этажей. Выше уже давит. То есть девять-девять этажей – это уже много. Девять – это уже too much. И причем она переменная. То есть нельзя говорить о том, что как бы все должны быть восемь, например, или все должны быть четыре. В идеале, конечно, должна быть переменная, чтобы создавалась некая архитектурная игра, объема, высоты, затененности, наоборот, освещение какого-то пространства. В этой среде человек себя чувствует гармонично. То, о чем говорил Анатолий по поводу того, что город 21 века – это город 19 века, это ровно об этом. О том, что именно в таких городах мы и жили. Единственный нюанс, которым мы сами были удивлены, и мы так не рассуждали, например, в елках мы достаточно обширное пространство сделали между домами, нам казалось, что это и есть хорошо. Вот это научный, кстати, документ называется SpaceMate. Если кто-то захочет посмотреть, может загуглить и понять, что это такое. Это матрица некая жилых пространств. Так вот, елки – это у нас условно для субурбия, так называемая, как пригородная застройка. Не самая комфортная для жизни. В силу того, что в этой застройке не формируются именно все инфраструктурные пространства. То есть бизнес там не будет жить очень разнообразно. То есть там не будет отдельных парикмахерских салонов, красоты, фитнесов и так далее. То есть рабочих мест там не будет. Это город для жизни. Качественных, да, которые должны быть в каждом жилом районе. Для того, чтобы район был наиболее качественным, возникает, ну у них это называется в Европе, это Urban Mix. Это город плюс некая замиксованность туда разных функций. Разных функций. И в формате среднеэтажной высотности это достаточно высокоплотная застройка. Она очень похожа на любой центр исторический европейского города. Ну как и Москва в том числе. Вот в этих городах не широкие улицы. Вообще вот то, что здесь я вот с Анатолием не согласен. То есть не шире улицы, а правильно чаще улицы. Да, да, да. Я не имел в виду широкие улицы. У нас связанность, кстати, очень плохая в городе. Да, да. То есть улицы просто должны быть чаще. То есть должна быть проницаемость. Проницаемость города через разные возможности. То есть не обязательно по магистрали ехать, можно улочкой проехать. А у нас ведь вот эта квартальная застройка, я если не ошибаюсь, через 200 метров у нас. Да, это микрорайонная советская застройка. Она так и называется. Там у них в Европе это называется башня в парке. Например, да, это классическая советская микрорайонная застройка. Это не хорошая среда. То, что сейчас новые нормы ввели, это российский феномен. В Европе таких историй нет. Это башни на парковке. Такие целые микрорайоны строятся под Москвой, под Питером. Мы видим эти картинки. Это будущее гетто. Это будущее гетто. И с этим ничего не сделать, потому что... Давайте скажем Чистые пруды. Зачем нам пример Москвы и Питера? Давайте говорить о Москве и Питере. Нет, в Чистых прудах, по крайней мере, высотности такой нет, как в Москве и Петербурге. Там-то, конечно, совсем страшно смотреть. Не по нас, конечно, но для Кирова, для его масштаба. И проблема в том, что с этими районами мало что можно потом сделать. Потому что встроить туда сервисы невозможно. Все забито. То есть люди там не гуляют, потому что там гулять в негде деградирующая среда. То есть машины вытесняют человека из среды. Это тоже факт. То есть вокруг машин никто гулять не хочет. Поэтому есть научные параметры, как делать правильную городскую среду. Как в зависимости от связности, сопряженности с городом, сделать процент коммерческой среды в этой микрорайоне не менее 9% до 25% площадей должно передаваться бизнесу и сервисам с этим связанным. В том числе офисным пространством, чтобы люди там и работали, и жили. Чтобы не было маятника эффекта, о котором Анатолий говорил. То есть это на самом деле оказалось абсолютно научное уже исследование, как бы выверенная технология, методология, которая есть на Западе. И, к сожалению, мало-мало компаний не знают в России. Вот мы, с учетом того, что искали, нашли, как бы образовались, и теперь наши новые проекты все проектируются на основании вот этой методологии SpaceMate. А она построена на основе чего? Там математика и психология или вот что? Все вместе. Сама матрица SpaceMate это такой, как скажем так, матрица или график, по вертикали которого отложена плотность застройки, а по горизонтали пятно застройки. То есть какое количество земли отведено под само здание. И появляются разные концепции застройки. То есть вот субурбия, это индивидуальные дома там на большой территории, много земли, условно говоря, а плотность низкая. И, кстати, вот эта малоэтажная Америка, которой многие восхищаются, это совершенно некомфортная среда. То есть для того, чтобы человек из этой субурбии куда-то за каким-то сервисом сходил, ему надо обязательно прыгнуть в машину и куда-то уехать там. И чаще всего это будет не комфортная торговая улочка, это будет огромный мегамол, в котором все вместе... Это американская очень история, конечно. Да, американская история. Они уже сами понимают, что это тоже тупиковый путь развития был в каком-то моменте времени. Его посчитали лучшим способом жизни, но на самом деле это сейчас некомфортно. Человек вообще как бы по своей психологии это городской житель. Мы так привыкли уже многими там столетиями, привыкли именно к такому формату среды. Другое дело, что нас в прошлом веке достаточно мощно потеснил автомобиль из нашей традиционной среды обитания. И сейчас происходит в основном в Европе, конечно, откат от этой модели, возврат к этой среде городской, где человек главный, а машина второстепенна. Больше всего эта ситуация просто разочаровывает, что мы видим примеры, как другие страны совершали ошибок, как они их решили и все прочее. И мы вот... Выходим, а выходим все время пограбли. Опять же, пример соседней Казани, когда был один коэффициент, стал меньше, мы взяли и повторили эту ошибку. И сейчас ее будем еще лет пять, потом передумаем, переиграем. Ну, то есть, зачем? Ну, вообще, вот, мне кажется, нужно как-то переходить к мышлению действительно психологическому, о потребностях именно человека, чтобы не было там норм паркинга просто каких-то вот... Ну, мы посчитали, что так. Чтобы не было регламентировано там какая-то мифологическая обеспеченность там торговыми точками в расчете на душу населения, потому что оно там по-разному как-то сконцентрировано. Если учитывать, что там... Ну, у человека есть разные потребности там и желание, и нежелание. Нежелание там ехать целый час для того, чтобы, не знаю, там сдать пальто в химчистку, да? На самом деле, у нас это просто очень политическая проблема, потому что у нас сильный вертикаль в стране, все идет одного человека и расходится, и, собственно, у нас поэтому там... Но модель это такая, да? Да, модель, да, модель везде, и мы все налоги отдаем в Москву, потом нам распределяются за какие-то наши лояльности и все прочее. И вот я там вообще не понимаю систему ГОСТов в стране, зачем она нужна, потому что есть города там в тайге, есть в тундре, есть там с холмами и с реками, а у нас все везде одинаковые ГОСТы. Одинаковая ширина, одинаковые проезды, и не волнует этот центр города или субурбия, или что-то еще, все там, ширина проезда такая-то, заборы на перекрестках, хушкулот. Ну, мне кажется, это большой идиотизм. Мы просто тратим свою жизнь и деньги прямо вообще никуда. А это возможно изменить на локальном уровне или нет? Ну, на локальном уровне, я думаю, что да, возможно изменить, при нормальной политическом, условно говоря, выбранном мэре или каких-то там бизнес, поймешь, что как бы все плохо, и они как-то объединятся и сделают там какие-то свои вещи, выводы. Ну, пока перспективы не видно. Ну, город наш, вот, например, Генплан мы обсуждали, да, и сейчас, как я понимаю, будем... Да, сформированный согласно всем ГОСТам. Среди молодежи огромный запрос на качественную жизнь, и я думаю, что они, наверное, все-таки сейчас пойдут там в эти же чиновники работать, там пойдут в депутаты блокироваться, и через какое-то время как бы жизнь у нас станет лучше, потому что действительно им уже надоело. И не все способны переехать там в Питер, в Москву, да и там, кстати, тоже не совсем лучше. И многие остаются здесь и задумываются, что некомфортно и что-то надо делать. И вот среди моих знакомых, я столько обращал внимания, щелчок, что город становится некомфортным для тебя, понимание, что он некомфортный и агрессивный, это рождение первого ребенка. Когда человек выходит с коляской на улицу, он видит тротуар, он понимает, что это бордюра, что вообще происходит, и погулять-то оказывается, у нас парков нету, и тут и заборы, и все. Он дает, когда молодой здоровый, он не думает. А потом бац, щелчок, и все, и все идут там, или в активисты, или там в комментарии, что все плохо, вы ужасно, убирайтесь. Все как-то так. Юрий Анатольевич, вам вот приходится вашу новую систему, эту спейсмей, как-то адаптировать под наши законодательные, назовем их, препонами. Ну, да, они спорят друг с другом, честно. То есть нормы по среднеэтажной застройке не позволяют нам реализовать стратегию город-микс. Там есть такая, ну скажем так, середина, она не золотая, но она просто середина этой всей матрицы, она называется город-сад. Вот все, что мы можем делать, и по сути наши проекты там знак, сейчас город будущего, то есть это в формате город-сад сделан. Хотя в идеале нас стремится к городскому миксу, это более высокоплотная среда, но нормы нам запрещают. То есть для среднеэтажки мы понизили нормы по плотности, и, соответственно, как бы мы вынуждены делать менее плотную среду. А для многоэтажки можно, поэтому если ты хочешь плотно, то давай делай многоэтажку некомфортную. И у нас такая проблема сейчас существует. Я думаю, что мы когда-нибудь и когда будем готовы, попробуем обратиться к властям для того, чтобы пересмотреть эту стратегию. То есть эти проблемы можно решать только таким путем? Сам застройщик не может принять для себя, для компании решение, что мы делаем вот так? Вот Анатолий говорил о том, что как бы очень много принято ограничений, то есть со всех сторон. Глупо. И когда ты начинаешь, да, они не обоснованы где-то, где-то не обдуманы. То есть чиновники ведь не читают часто те книжки, которые надо читать. У них, как они говорят, времени не хватает книжек, как нам сказали. Ну вот, в общем-то, то и происходит. То, что вы говорили о психологических вопросах, но тоже есть куча литературы. Там всем известный, там, Ян Гейл, там, «Города для людей», отличная книга, которая с психологической точки зрения, с выявлением расстояния между людьми, там, и прочее, и прочее, рассказала о том, как правильно с психологической точки зрения проектировать города. Берешь, читаешь, и, в общем-то, знание, лучшее знание мира в одной книжке. И после этого можно управлять городом, основываясь на лучших мировых практиках. Мы в том году подарили 11 лучших книжек по урбанистике главе администрации города. Зачитаны ли они до дыры сейчас? Он ушел в отставку и приехал в Казахстан. И забрал с собой эти все книги? И забрал с собой библиотеку и теперь читает, наверное. Да, Игорь писал ему, и он ничего ему не ответил, где эти книжки. Ну, нет, мы старались, то есть, да, мы видим проблему, что у наших чиновников не хватает компетенции, у них слишком мало времени, действительно, изучения, и поэтому для них собрали лучшие книги, отправили, но пока, как бы, не дошло. Давайте второй дубль сделаем. Это не дешевая история. Янгил стоит, он около 4 тысяч стоит, например. Судьбу этих книг можно узнать. Может быть, они остались в городской администрации, может быть, они где-то там в библиотеке лежат, и к ним теперь Дмитрий Осипов приобщается. Так вот, да, Юрий Анатольевич совершенно правильно сказал, у меня есть пример друга, Андрей Плотников, он в Слободском сейчас возглавляет там департамент благоустройства, ГОЧС, там все намешано. Вот. И он ушел туда года два назад в свой родной город, типа, сейчас я все исправлю. И в итоге он два года совещания, ленточки, ответы на письма, и вот у него остается там буквально полчаса в день на рабочем месте хоть что-то поработать на благо города. А все вот эти чтения книжек, это все просто глубокая ночь, потому что он после работы еще ездит на объезды, тут где-то мусорка не запланирована, там что-то поставили, тут знак сломали. Реально просто нет времени. Это мы берем Слободской. Целыми днями он пишет письма на верх, на ответы на запросы, на прокуратуру, на жителей, на все подряд. То есть просто у человека физически перестало быть свободного времени. И это Слободской, да? То есть это не то, что чиновники у нас живут в каком-то другом странном пространстве и делать ничего не хотят, а просто у них не хватает рук? Ну и это тоже в том числе, но кто хочет, то хватает времени. У нас есть прекрасный пример в администрации, в этой же архитектуре, там есть город, Татьяна Виномина, который при всей своей занятости умудряется найти время на организацию урбанформов, на какие-то коллаборации с активистами, там помогать. Есть у нас Вячеслав Николаевич Семаков, который всегда находит время, тут он из отпуска прилетел, мы там по врагу ссоры, у нас была идея, он с отпуска прикатил, мы с ним два часа гуляли и общались. И ему можно всегда позвонить хоть в 9 вечера, хоть в 6 вечера, он всегда даст ответ, всегда сведет с нужным человеком, чтобы помочь решить какой-то вопрос на его территории. Но в других, допустим, терроплениях такого нету даже близко. Ну то есть есть примеры, нормально, что мы хотели, чтобы их было там не 2%, а хотя процентов там 15, и мне кажется, что в городе все станет гораздо лучше. А мы недовольны и готовы пойти в чиновники? Ну мне предлагали, я отказался, потому что в текущей системе, мне кажется, это неэффективно. Своё место, которое я занимаю, оно более эффективно, и как-то так. Вот. Ну, пока такая система. Мы с вами ещё... Мама меня не лето выражала. Мы с вами ещё, когда в первом блоке говорили о проблемах существующих, комфортного города будущего, я говорила про объекты социальной инфраструктуры, и мы немножечко уже затронули эту тему, когда вот говорили про школы, про садики, как можно получать федеральное финансирование. В объекты социальной инфраструктуры необходимые людям, что ещё входит? Нет, мне кажется, что проблем с получением финансирования у нас по большому счету нет, потому что соцблок и Курбимов, Дмитрий Александрович, работа в этом плане, по-моему, кажется, просто на 100%, они выжимают максимально все федеральные деньги. А тут больше вопрос к качеству, то, что строится, да, вот, допустим, Железно строит идеальную школу, а рядышком другой застройщик строит школу, но в которой, блин, ты понимаешь, что ребёнок, ходя в эту школу, ну, вырастет из него примерно не то же самое совершенно, что в нормальной школе, когда нет нормальной среды, когда фасад в каких-то ярких цветах непонятных, и когда территория — это просто забор, там неприятно просто, среда всё равно влияет очень сильно на человека. То есть мне бы хотелось, чтобы вот эти федеральные деньги использовались гораздо качественнее. То есть стандарты должны быть какие-то? И пример у нас есть. Стандарты должны быть какие-то? Качественные застройщики, да. Да не стандарты. А что? Должны быть компетенции хорошие, сильные у людей, которые распоряжаются деньгами и кто осваивает средства, да, и у застройщиков. Так это всё-таки застройщику нужно отдать на откуп, или это должна быть отдельная тоже структура какая-то, или тот же самый главный архитектор, которого у нас нет? Да, соответственность и компетенции отдельных людей. А помимо школ, садиков и поликлиник, какой социальной инфраструктуры, вот если мы берём микрорайон, там не хватает? То есть вот вы говорили про концертный зал, про большую площадку, это ведь история, ну она такая, одна на город, может быть две. А если брать маленькие какие-то вот районы, там микрорайоны, там должно что-то быть такое или нет? Должно ли это закладываться? Безусловно, должно, просто список-то перечислять можно долго, то есть это все сервисы, которые человек потребляет в обычной жизни, всё должно быть внутри, то есть это самый центричный микрорайон должен быть, если это новый микрорайон, иначе это получается спальник, как его принято говорить, это самая такая, ну, убогая история, которую можно придумать с точки зрения современной застройки. То есть там должны быть все сервисы, которые вы потребляете в центральной части города, кофейни, там десяток таких мест, где можно просто посидеть в разном формате, куда можно сходить, там отметить праздник, либо просто пробежать там утром, попить чашку кофе, зайти, съесть там сэндвич, не знаю. Салоны красоты, парикмахерские, там прачечные, магазины разноформатные, бытовые, продуктовые. Там даже были какие-нибудь укромные места, чтобы молодежи поцеловаться, посеять там в подростковом возрасте, то есть всё должно быть учитано, и у нас всё это не учитывается, к сожалению. А так вот, вы же были в Финляндии или не были, когда вот ездил этот, там прекрасный пример школы, когда днём это школа, а вечером это культурный центр для всего посёлка. У нас нынешний губернатор, я помню, когда пришёл, он говорил, что будут появляться вот эти комплексные центры, совмещенные с спортзалом, да. То есть днём учатся дети, а вечером взрослые это занимаются. Вот у меня тоже вопрос. Хочу сказать, что как бы эта тема не умерла, то есть мы работаем в этом направлении в том числе, то есть по Налинску у нас создан такой проект, пока ещё не рабочий проект, но вполне готовый для того, чтобы стать реальным проектом именно многофункционального центра. Как раз по поручению губернатора мы такую задачу исполнили, то есть это действительно качественный продукт, где совмещено интернат для детей, которые приедут из малых деревень, школа общеобразовательная и большой инфраструктурный центр, который совмещает в себя фитнес и, скажем так, культурную часть, да. То есть это большой актовый зал, который может превращаться в кинотеатр, в театр и в скульптурный центр, который тоже даёт возможность заниматься не только детям школьного возраста, но и взрослым в вечернее время. Вопрос в том, что наши нормы, опять же, возвращаемся к тому, о чем Анатолий говорил, многие проектные решения начинают друг другу противоречить, связанные с пожарной безопасностью, с выходами, с входами, с режимами использования, они друг другу противоречат. То есть если мы начинаем делать многофункциональный центр, то для детей надо одно решение, а для взрослых надо другое решение. По нормам. По нормам, да. И эти нормы друг другу... Мы целое письмо написали и отправили в министерство РФ по этому поводу. О том, что мы как раз столкнулись с ситуацией, что если мы хотим такой продукт выдать, у нас есть определённое ограничение. Это может быть одна из причин, почему до сих пор этот проект не реализован полноценно. А какой был ответ вам? Да, на самом деле, как бы... Спасибо, мы вас услышали. Да, то есть ваше мнение передано в компетентные профильные отделы, там, министерства и так далее. Ну, кажется, что вот у строительной сферы довольно сильное лобби всё равно могло бы быть. Компании и с деньгами, и крупные, то есть можно каким-то образом пытаться воздействовать на власть. Можно скооперироваться и насесть на городские власти просто вот и сказать, что мы вот, блин, отказываемся работать в таких условиях. Ну, с кем-то можно. У нас была попытка объединить крупнейших застройщиков для того, чтобы мы начали хотя бы обсуждать на общем уровне какие-то нормы. Но у нас не удалось договориться с одним из ключевых застройщиков. То есть нас просто сказали, ну, как бы, мы сами по себе, сами по себе ребята. А, то есть амбиции сыграли, да? Ну, амбиции, да. То есть некое конкурентное поле. То есть все почему-то считают, что конкуренция это только может быть через войнушку, а не через совместное какое-то созидание чего-то. То есть вот, ну, в такой... Ну, они выросли в стране, которая была в кругу врагов. И, собственно, до сих пор это всё педалируется, да, эта тема, что есть Россия вокруг враги, поэтому они готовы объединяться. И внутри мы тоже, да, человек человеку волк. Это на моментальном уровне. И у меня есть прекрасная история про нормы Сунского музея. Там стоит дверь с порогом. И я уж не помню, там, в чём вопрос, ну, в смысле, в чём была проблема про эту дверь, почему я спросил заведующую. И она сказала, что ходят пожарные и заставляют ставить порог, потому что противопожарная безопасность. И приходит прокуратура и говорит, типа, надо убирать порог, чтобы... Потому что доступная среда. Да, доступная среда. И она посмотрела, где штрафы меньше и оставила порог. Вот. А вот, Анатолий, водонапорная башня, это не микрорайон, но у вас наверняка тоже там есть свои истории, там, взаимоотношений с ГОСТами и с чиновниками, нет? Ну, если возвращаться... Они уже начались, эти истории, да? Да, они прекрасны. Я их вообще испытал в полной мере. Я сейчас немножко восхищаюсь бизнесом, который работает с администрацией постоянно, как компания «Железная» и другие застройщики. Да, там много сложностей. Допустим, я два с лишним месяца получал документы на собственность по одной простой причине, потому что предыдущая сделка по башне была в 2013 году, был Windows XP стоял на компьютере, а сейчас Windows 10, и поэтому в Excel строчки не совпадали. Им пришлось нанимать в Росреестре там кого-то программиста из Москвы, чтобы он всё ставил, и пока два месяца у меня не было документов, собственно, я не мог не подключить электричество к башне, ни какие другие вопросы. Вот, ну и это как бы всё потихонечку продолжается. Ну и к чему вопрос? Башню я купил, чтобы там сделать хороший культурный центр, там музей, чтобы... Да, объект это не дом даже, да. Например, одного небольшого объекта можно понять всю туристу, бюрократию. Я справлюсь, да, и в принципе, ну, у меня прекрасное отношение с администрацией Слободского, со всеми их коммунальными службами, и где надо я могу, вот, допустим, Коммунэнерго мы пнули из Кирова, чтобы они не четыре месяца договор исполняли, а уже на следующей неделе пришли и сделали всё, что надо. Ну, пользуюсь телефоном правом, к сожалению. Ну, это история такая, она вот очень-очень наша, что называется, да, очень российская. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, полторы минуты, и мы вернёмся. Напоминаю, мы обсуждаем, каким должен быть город будущего с Юрием Захаровым, гендиректором компании «Железная» и координатором сообщества «Красивый Киров» Анатолием Курбатовым. Возвращаемся в студию. Программа «Урбан. Город будущего» мы сегодня обсуждаем. У нас в гостях гендиректор компании «Железная» Юрий Захаров, координатор сообщества «Красивый Киров» Анатолий Курбатов, Анна Лапшина, Ольга Болезина. Вы здесь, да. Будущее. Вот у нас есть генплан до 40-го года, ну, почти уже есть, там, какой-то в меру футуристичный, в меру, возможно, реалистичный. Вот в плане города 40-й год, то есть через 20 лет это уже будущее, и насколько оно далекое, то есть вот там в 40-м году для нынешних сейчас нас будет прям нечто. Юрий Анатольевич, вот вы верите, что в этом генплане хотя бы процентов 20 реализуются из того, что там запланировано? И надо ли вообще жить по генплану? Я верю, что это может быть реализовано. Я верю, что это может быть реализовано. Конечно, это зависит от людей, которые придут во власти, которые будут, условно говоря, своей энергией что-то созидать в городе. В зависимости от того, какую энергию они потратят, это созидание будет результат. Поэтому то, что там спланировано, потенциально может быть реализовано. Если мы говорим вообще о будущем Кирова, то надо понимать, что сейчас идет, ну как бы мир стал другим, идет конкуренция между городами, а не между странами даже. И между городами России, особенно как бы среди таких городов, которые находятся, условно говоря, на пороговой черте, связанные как бы с собственной выживаемостью как бы в будущем. Если город Киров не будет создавать комфортную городскую среду, если он не будет конкурентно способен на российском рынке, за студентов, за образование здесь, за рабочую силу, за бизнесы, которые должны здесь сохраниться, а не убежать отсюда в другие регионы, что там происходило, например, с Удмуртией, когда Удмуртия дала льготы для бизнесменов, то есть это означает, что город будет плавно умирать. И если этот тренд не поломать, не сделать обратную историю, как Казань, например, сделала, то Казань растущий город, активно растущий, в основном прирастает именно молодежью, что очень хорошо для экономики этого города. Высасывает из соседних регионов, правильно понимаю? Да, ну Киров на самом деле уже давно, умирающий город, просто нам не позволяет умирать еще наличие области и районных центров и деревень. Которые приезжают. Да, они потихонечку подпитывают райцентры, райцентры уже начали умирать и подпитывают тихонечко Киров, а Киров в свою очередь подпитывают там Казань, Петербург, Нижний Новгород, Москву. Вот у меня на прошлой неделе последний молодой человек из тех, кто первое у нас было активное ядро, когда торговый центр Крым строили, осталось только Антон Касанов и я. Все уехали в другие города. Не лучше, конечно, скромно сказать, то лучше люди города, но активно хотя бы проявляли свою позицию, они потихонечку сдались и ушли в другие места. То есть люди, которые хотели менять что-то или чтобы менялось окружающие средства, уехали туда, где уже комфортно. Да, потому что один в поле не воин. Да, Юрий Анатольевич правильно сказал, что города конкурируют. И это же конкуренция во всем, и мы проигрываем. Я не вижу перспективы, что мы хотя бы как-то основами разведем этот тренд при пятиковщих условиях. А если мы ничего не сделаем в 1940 году, что у нас тогда будет? Ну, до 1940 года нам еще хватит. У нас все-таки население в области 1,2 млн, а город всего лишь полмиллиона. То есть у нас запас прочности какой-то есть. Но при всем же мы понимаем, что в город переезжают с области люди, у которых культурная традиция немножко другая от жителей города. У них не хочу. Но они ассимилируются через какое-то время? К 1940 году, возможно, если новое поколение появится. Когда их количество переболтает, скорее всего мы ассимилируемся. В обратную сторону. Мы не США, когда любой приезжает и в итоге становится американцем сейчас какое-то время. У нас, к сожалению, это не работает. Но на самом деле ведь Киров в достаточно выигрышном положении находится, если мы не сравниваем с соседними крупными городами, куда приезжаем. У нас не очень далеко Москва. Если будет развиваться авиационное сообщение, это, по идее, мне кажется, молодежь может удержать. Или наоборот, и будет легко покинуть город. Нет, если у тебя есть возможность всегда съездить в Москву, и это стоит недорого, то зачем уезжать и жить в каменных джунглях, что называется, и тратить на дорогу полтора часа, если ты можешь на выходные туда просто съездить? Да. То есть вот эти вот вещи... Москва действительно город особенный, не для каждого. Это правда. Я говорю, ну мы конкурируем уже за то, что сегодня упоминали. Казань, Екатеринбург, Краснодар. А правильно, потому что мы и с Ижевском тоже конкурируем сейчас. И с Ижевском тоже конкурируем в каком-то смысле. Нет, это конкуренция за все. То есть за ключевой фактор успеха человеческий ресурс. Вот у Юрия Анатольевича мы конкуренцию выиграли перед Ижевском. Он переехал сюда. У меня, кстати, я тоже с Ижевского родом, тоже перебрался в Киров. Вот. Но Ижевск меняется сейчас, как я понимаю, быстрее, чем Киров. Ну, на словах пока да. Визуально пока не происходит. Мне кажется, что Киров на порядок комфортнее для проживания города, чем Ижевск на данный момент. Ну, в Кирове просто сохранилась вот эта классическая там центральная застройка, малоэтажная. Историческая. Историческая, что в Ижевске практически отсутствует. Там одна улица только историческая. Потому что там сто лет назад не было города. По большому счету. Ну, нет, он 300 с лишним лет городу Ижевску. Но суть не в этом. То есть, да, он действительно как более такой советский город. В классическом понимании этого города, промышленный советский город. Киров все-таки сохранил большую часть исторического центра. Киров сохранил кусочек вятки. Да. И это как бы работает на комфорт среды внутри этого города. То есть, по центральной части города, конечно, прогуляться комфортно. В Кирове это факт. Я когда с Ижевска 10 лет назад переехал, я жил в центре, в центральной части города и очень любил гулять по центру Кирова. Мне нравилось. Потому что, как бы, такой среды в Ижевске не было. Это вот на моем примере, как бы, реальные вот эти ощущения, которые я поймал здесь, в Кирове. Это хорошо. Это как бы один из факторов успеха, который может быть, если его правильно развивать. Но, опять же, говорю, для молодых людей, кроме этого, нужно много-много всего. То, что они сейчас видят в интернете, в своих инстаграмах и так далее, в соцсетях. То, что позволено жителю, там, не знаю, даже уже не Москвы, как бы, а всего мира, подростку из всего мира, потому что они смотрят видео со всего мира. Они хотят иметь такие же возможности здесь, в Кирове. Если они их не будут иметь, они поедут туда, где эти возможности есть. Вот, в общем-то, и все. И мобильность в современном мире, она все больше и больше. Это нас в Советском Союзе приколотили пропиской, как бы, к собственной квартире. То есть, сейчас молодежь так не рассуждает, и чем дальше мы будем, как бы, скажем так, развиваться, развивать это новое поколение с точки зрения, там, уже платежеспособности и так далее, тем больше будет истории с тем, что, как бы, пожил в этом городе, не понравилось, поехал в этот город и так далее, и так далее. И будут оставаться там, где комфортно. Вот, в общем-то, и вся история. Я могу привести параллели спорта, где для жителя города Слободского равнодоступно там и московский ЦСКА, и Барселона испанская, компьютеры по телевизору, и, допустим, там, кировский футбольный клуб «Динамо», у которого в соцсетях ничего не ведется. И понятно, что он становится болельщиком там или ЦСКА, или Барселоны, потому что у них гораздо больше медиа, там, фотосессий, какие-то интересные истории, скандалы и все прочее, прочее, прочее. И тут вот «Динамо» Кировская, допустим, как бы ни хотела, она проиграла конкуренцию, потому что она никак не работает, она не современилась. И то же самое ждет города. Если мы не станем не хуже, чем остальные, то мы проиграем и вымрем. Про активистов хочу спросить. Вот там законы плохие, чиновникам некогда. Я, мы в этом году, знаете, сколько подписаний получили, вот в этом году в Кирове силами активистов, ну, город вообще ничем не занимается, там, вдоль Лежовского озера, там, делают дорогу, перебираются постоянно, да, на перекрестке Кирпичной и Московской, там, Женя Головизин масштабный проект устроил, сад Горького, убили, конечно, но там, опять же, тоже активисты начали какие-то вещи делать, там, на Солнечнике, да, ну, короче, там еще несколько мест. Расходит, этого достаточно? Да, то есть это все делается силами, как бы, людей, и город при этом никак не помогает, да? Власти мы имеем в виду. Да, и, к сожалению, еще, вот мы вчера, допустим, ходили по заявлению в прокуратуре по Солнечнике, потому что мы, оказывается, видите ли, старый мост отремонтировали на новый мост, и людям это не нравится, да, потому что, а вдруг это в природоохранной зоне, да? На свете Кикетину, там, было выписано два протокола по Динамовскому проезду, что они открыли вид на Трифонов монастырь прекрасный, куда сейчас там полгорода просто прет, там, каждый вечер я тут с девушкой гулял, хотел зайти, пришлось стоять в очередь, пока все отфоткаются. Вот, об этом я себе не знал. Но она получила, ну, она, конечно, штраф не получила, там, Вячеслав Николаевич способствовал, что протокол закрыли. Вот. Константин Круп у него сегодня в 4 часа пойдет в природоохранную прокуратуру по очередному вопросу. То есть люди пытаются изменить что-то, но на них другие люди пишут жалобы. Вот. И чиновники, к сожалению, не помогают в этом вопросе. Они занимают такую формализованную позицию, типа, ну, так что, вы сами виноваты. Вот сами делали, сами сейчас я... Ну, некоторые помогают, конечно. А это вот, между прочим, тоже хорошее такое... Это отбивает желание что-то делать. Ну, я так думаю, что другие просто возьмут и переедут там, где не мешают, где помогают. Это вот хороший такой пример. То есть чиновники и сами, получается, не хотят какого-то лишнего себе, лишних хлопот каких-то, да? Если ты ввяжешься во что-то условно такое интересное и современное. И другим, получается, не дают и поддерживать их не хотят. Да. Ну, не все, но часть чиновников такая, к сожалению. У нас есть хорошие чиновники. Время. Мы поговорим о хороших чиновниках и, может быть, тогда о том времени, когда мы все-таки перестанем с грустью перебирать все наши проблемы и будем говорить о чем-то... Нет, достижений у нас тоже достаточно, просто как сегодня фильм так прошел. А так, я думаю, что все будет хорошо, благодаря и таким людям, как Юрий Анатольевич Захаров и достойных людей у нас в городе достаточно. И я думаю, что придет какая-то критическая масса, потому что это же интернет и все прочее. Там не только люди видят примеры, куда можно переехать, но они видят пример, как это можно сделать. Вот в этом же Екатеринбурге мы приехали, люди там ходили, фоткали, они сейчас приехали в Киров и уже пытаются сделать здесь конкурс стенографии и все прочее. То есть они зарядились там энергией. Некоторые, да, переезжают, но часть это заряжается и делают. И, соответственно, город в этом плане начинает жить гораздо лучше и комфортнее становится и интереснее. То есть красивая жизнь, кстати, в соцсетях, это не только способ вселить в зависть в кого-то, но и сподвигнуть на что-то хорошее. Да? Ну, мы все наши идеи сворвали там с Вологды, там с Нью-Йорка, еще откуда-то. В Вологды и Нью-Йорк. Два города, откуда были украдены идеи для Кирова, говорит Анатолий Курбатов, координатор сообщества «Красивый Киров». Спасибо большое гендиректору компании «Железный» Юрию Захарову тоже. Программа «Урбан» на этом завершается. Мы с Ольгой Балезиной с вами прощаемся. Встретимся снова со слушателями через две недели, да? Спасибо. До свидания. До свидания. Программа о городских проектах.